В школы возвращают уроки астрономии. Пока речь идет о 35 часах курса и только выпускникам. Но главное, что вопрос решен. А что значит для Петербурга, Петрограда, Ленинграда астрономия? Насколько близок для школ нашего города этот предмет? Все последние поколения росли буквально без звезд. Но мода на космос, все новые и новые фильмы, компьютерные игры вернули звездные тела в школьные классы. Причем буквально вернули. Ведь, например, для школы в десятилетии октября этот предмет далеко не нов. В этой школе училось первое советское поколение. Ведь, например, все первоклассники были рождены уже после революции. А само здание было построено с архитектурной точки зрения, как сейчас бы сказали, с обратной связью. Молодое советское поколение получило возможность смотреть на звезды, направлять свой взгляд прямиком в космос. А если посмотреть на само здание из космоса сверху, то окажется, что оттуда видят главный символ нового государства. Школа была построена в форме серпа и молота. Школе десятилетия октября сегодня она лицей номер 384. Исполняется 90 лет. Построена в 1927 году, спустя ровно 10 лет после революции. Отсюда и название. Кстати, первая официальная постройка в советском Ленинграде и уже с кабинетом астрономии, оборудованным телескопом. Только в 32-м году в СССР предмет вводится как самостоятельный. А в ленинградской школе на проспекте Стачек обсерватория уже работала к этому времени 5 лет. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, безд нет на. Но настоящая мода на астрономию началась в Петербурге задолго и до Ленинграда, и до Петрограда. И чтобы понять масштабы этой моды, нужно прийти сюда, к 24-му дому на Прилугской улице, недалеко от обводного канала. Это так называемая народная обсерватория. Дом с высокой узкой башней, завершающейся круглым астрономическим кабинетом на 25 человек. И за первые 10 лет работы ее посетило 2 миллиона человек. То есть, представляете, внутри может находиться всего одновременно 25 человек, а за 10 лет работы ее посетило 2 миллиона. То есть на этой улице были огромные очереди. И сегодняшние очереди из китайцев в Эрмитаж. Это просто несколько человек по сравнению с теми толпами, которые здесь были в начале позапрошлого века. Обсерватория в народном доме графини Паниной открылась в 1902 году. А уже через 8 лет получила награду Брюссельской международной выставки за просвещение и пропаганду астрономии среди простого народа. Обсерваторию закрыли в 37-м году, спустя 40 лет. В 70-е ее попытались реанимировать, но без особого успеха. А в 1993 году уже в современной России астрономия была полностью исключена из учебного плана. Мы вышли на связь с петербургским космонавтом Андреем Борисенко, чтобы узнать, а что думают об этом обо всем на орбите? Вы знаете, я глубоко убежден, что астрономия в школе должна быть. Я уверен, что эти базовые знания должны быть, потому что, к сожалению, я сталкивался в интернете с такими вещами, на мой взгляд, с совершенно дикими вещами, дичайшими, когда люди начинают обсуждать, а действительно ли Земля круглая. Вы знаете, это было бы смешно, если бы не было бы так грустно, как говорится. Потому что, ну, это, наверное, как раз вот одна из последствий того, что не додается в школе, в том числе таких элементарных, основополагающих знаниях о нашем мире. Наш город успел пережить невероятную моду на астрономию. Мы первые построили настоящую обсерваторию в обычной средней школе. И несмотря ни на какие запреты в учебной программе, все мы с детства любим бродить по планетарию на Горьковской. Мы сделали круг в сто лет, потеряли много времени и, как ни странно, к счастью и уму вернулись в самое начало. Павел Никифоров. Пульс города.